А это блюдо у меня для мытья посуды тоже. 21 век в квартиру Надежды Воробьевой до сих пор не пришел. По крайней мере, в части наличия канализации. В доме по улице Кооперативная женщина живет уже 50 лет, но без благ цивилизации. Изначальный проект систему водоотведения попросту не предусматривал. Поверить в то, что система заработает, люди до конца не могут, хотя и надеются. Да как же, как же, конечно. Нет, уж не дождемся. Даже не верится, что мы когда-то здесь, у нас будет канализация. Все равно, ну как это, культурнее и почище. Все жители этого трехподъездного дома носят отходы в ведрах. Такая же ситуация еще и в трех соседних домах на улице Юбилейной. Казалось бы, такое обыденное удобство, как отвод воды из квартир, для кого-то все еще является редкостью. В Новом Некузе с этими проблемами борются как могут. Правда, для комфорта в доме приходится жертвовать благоустройством на улице. Работы по прокладке труб продолжаются уже третий месяц. Сейчас стройка входит в завершающий этап. Подрядчик жалуется на плохую почву, но процесс не останавливает. Средства на реализацию этого важного для Некаузского района проекта были выделены немалые. Деньги поступают в рамках областных целевых программ. Сумма составила более 4 миллионов рублей. Собственных средств для того, чтобы активно вести строительство центрального водопровода и центральной канализации у района недостаточно. Поэтому было выделено 4,9 миллиона рублей. К Новому году объект будет готов к эксплуатации. Обнадеживают людей строители. Остается только успеть и встретить Новый год в новых условиях. Юлия Пятнова, Николай Баранов. День событий. Новый Некауз.